Всем привет дорогие друзья! С вами канал Игрополка и сегодня у нас в центре внимания настольная игра Корпорация Сны. В данной игре игроки будут представлять собой корпорации, которые предлагают услуги по продаже сновидений. В будущем появилась вот такая вот возможность каким-либо образом программировать сновидения и отправлять своих клиентов или например в какое-нибудь незабываемое путешествие или создать такое сновидение, в котором клиент обучится чему-либо новому. Сама игра идет на победные очки, победит тот игрок, который наберет больше всего победных очков. И по традиции мы начнем с вами с подготовки к игре. Положите в центре стола вот такой вот планшет аниросферы и той стороной сколько игроков участвует в партии. Нас за игровым столом трое, поэтому мы положили в сторону 3-4 игрока. Далее положите жетон аниросферы на стартовое деление. Каждый игрок получает себе планшет, где у нас будет подсчет его ресурсов, а также описан порядок хода. То есть здесь у нас расположена подсказка выбранного им цвета. Я буду зеленый, Аня у нас синий игрок, Миша у нас красный. Кроме этого каждый игрок получает 3 аниронавта своего цвета. Далее игроки получают по 3 жетона образов и отмечают стартовые ресурсы. Желтенькие это у нас знания, зеленые воспоминания, розовые фантазии и разместите фишечки на деление 3. То есть стартовые ресурсы каждого по 3 штуки. Кроме этого каждый игрок получает вот такой планшет. Это 2 первых сновидения стартовых. Вы или играете все на стороне А, она у всех одинаковая, то есть игроки начинают в равных условиях. Например, можно эту сторону использовать для знакомства с игрой. На обратной стороне они все разные, это добавляет некой асимметрии в геймплей. Мы будем играть на стороне А. Перемешайте колоды сновидений. Всего в игре 3 типа сновидений. Это осознанные сны, желтая рубашка, повторяющиеся сны, зеленая рубашка и коллективные сны, красная рубашка. Откройте по 2 карты сна, это у нас рынок. И каждый игрок получает по 3 карты сна, по одной карте каждого типа. Всего 3 карты сна. Расположите рядом жетоны клиентов, жетоны образов. Выберем первого игрока. Это у нас будет Аня, последний игрок. То есть я получаю вот такую вот плашечку, последний игрок. Все, можем начинать играть. Ход игрока состоит всего из трех фаз. Первое, что делает игрок, он размещает аниронавта в аниросфере на любое свободное деление и выполняет изображенные там действия. Значит я на 7 перехожу, желтеньким. Да. И могу разыграть 3 образа. Смотрите, пока Аня разыграет, я вам расскажу. Если нарисованный ресурс, вы получаете указанное количество ресурсов, это жетоны образов. Если они просто нарисованы, вы получаете жетоны образов. Например, 1 или 2, здесь 1. Вернее, 1. 2 здесь просто 2. 1 в сумме 2, да, здесь 1. Если нарисована... Здесь 2 взял, 3 разыграл. Если нарисована такая стрелка, то вы выкладываете сколько угодно. Сколько угодно, да. Все, что у вас есть, можете разыграть на карты сновидений. Это вы подключаете клиентов на свои карты сновидений. Это вы разыгрываете коллективные сны. А вот это взять карту любую. Если нарисована такая галочка, это разыграть карту с руки. Вот Аня разместила, она получила 4 знания и разместила свои 3 образа на карты сновидений. Зачем нужны образы? Смотрите. У карты есть эффект. Есть обычный эффект. Вот у каждой карты есть обычный эффект. Есть улучшенный эффект. Чтобы разыграть улучшенный эффект, вам нужно карту улучшить. Вот жетоны образов, они улучшают карту. Когда вы разместите необходимое количество жетонов образов на карте, вы будете разыгрывать улучшенный эффект. Ты решила размещать их такой стороной вверх? Ну, какой нужно? Давай вот так. Жетоны образов, они все равноценны. Можете размещать их красивой стороной, можете размещать их обычной стороной. Все. Хоть Миша забирает тебе фишечку активного игрока и... Ходит Миша. Я хочу разыграть карту. Вот сюда ты кладешь. Получаешь одно воспоминание и разыгрываешь карту. Чтобы разыграть карту, вы должны заплатить указанное количество ресурсов в левом верхнем углу. Вот 4 и вот 2. Сама игра длится до тех пор, пока игроки не разыграют... Как кто-то из игроков не разыграет 12 карт, включая вот эти две стартовые. То есть 10 карт. Смотрите, на картах стоимость вы можете заметить только знания и воспоминания. Фантазии – это любой ресурс. То есть вы его тратите, как любой ресурс. Ты разыграл Миш карту, да? Собственно, я следующий. Давай я положу вот сюда, получаю две фантазии и беру любую карту. Мне понравилась вот эта карта. Давайте я ее возьму. В конце своего хода игрок пополняет рынок. Все, Ань, ходишь ты. Дайте мне сюда жетончик первого. Да, жетончик здесь активного игрока, чтобы не забыть, кто у нас ходит. Так, я хотела сделать кое-что. Ага. Все, я... Ой, вот. Вот это я хочу сделать. Я получаю два. Да, и подключаешь клиента. Смотрите, что такое подключить клиента. На картах осознанные сны, эффекты карт срабатывают тогда, выкладываете на них клиента. Вот это мужчина. Вы, вот, Маня выкладывает клиента и выполняет эффект. Поскольку у него карта улучшенная, она выполняет нижний эффект. Там написано, получите две фантазии и возьмите две карты. Карты вы можете, когда просто написано, возьмите две карты, или когда вы выполняете вот это действие, можете брать карты как открытые, так и сверху колоды. Раз карта. Ну вот, нижнюю, да. Два карты. Всё, Миша, ходишь ты. Давай я в конце входа выполню рыночек. Итак, осознанные сны срабатывают тогда, когда вы выкладываете на них жетон клиента. То есть они срабатывают один раз за игру. Но, возможно, вы какой-то другой карты уберёте клиента, и потом сможете применить карту второй раз. Повторяющиеся сны срабатывают каждый раз, когда срабатывает написанный на них эффект. Например, вот здесь, на этой карте, когда вы создаёте коллективный сон, вы получаете один образ. А коллективные сны срабатывают тогда, когда вы как раз выполняете вот это действие. Давай, Миша, что ты делаешь? Где все вы? Вот сюда? Да. Где все вы? Образ. На те же жетоны образа. И подключаешь. Надо ему дать клиента. Рыженькая. Рыженькая пойдёт? Эта тоже как бы все равнозначные, они отличаются от того, что внешне. Вот я фантазию и карту беру. А мне бы разыграть карту, но пока... Ладно, я... Тоже разыграть бы, но когда... Смотрите, обратите внимание, что на планшете аниросферы только одно действие с розыгрышами карты. Всего одно. Поэтому... Мы-то обратили. Сейчас я скажу, как разыгрывать карты. Я кладу вот сюда, получаю два образа, а теперь размещаю все свои образы. Собственно, два сюда кладу, и три сюда кладу. Всё, на, ходи. Я тоже хочу получить образа. Два образа и... Получается, одну карту взять. Так. Это дорогие там карты раздаются. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Возьмём вот так, в закрытую. Да. Вот видите, например, вот этот эффект вот этой карты позволяет сбрасывать клиентов. И тогда вы сможете разыграть карту ещё раз. Сумечка. Супер, это неплохо. Твой ход. Карточка попала. Я же могу на... А, забыл сказать, что в любой момент игрок может сбросить карту и получить или ресурс, или образ. Ты сбрасываешь, да, на образ. Самое начало у меня. На самую нижнюю. Вот это? Да. Три воспоминания и размещающиеся свои образы. Образы, кстати, в конце игры приносят победные очки. И каждый размещенный образ в одной победной очко. Поэтому вы не только улучшаете карты, но и получается... А, ещё и победные очки зарабатываете. Так, ну, давай я возьму... Вот так вот. Получу одну фантазию и размещу клиента. Я подключаю клиента сюда и выполняю эффект. Получаю две фантазии и беру две карты. Собственно, это будут у меня... Здесь просто ресурсы дают, да? Я беру вот эту карту и... Давай вот эту карту возьму. Всё, они сходили. Ну, вариантов у меня немного. Да, смотрите. В свой ход вы или размещаете нейронавта, или продвигаете жетон сна. А дремота, лёгкий сон, медленный сон, быстрый сон. Поскольку у Ани анейронавты кончились, у неё как бы выбора нет. Она продвигает жетон анейросферы. Что дальше происходит? Она может в любой момент своего хода выполнить вот это действие. У меня нечего тут выполнять. Ну, тебе так смысле не выполнять. Верхний выполняешь. Вот этот? Да. Я тут могу. Ну, независимо от того, что на нём не лежит. Всё отлично. Давай, раз, получаешь один знание одной фантазии, и вот здесь вот чуть-чуть сдвигаем, как бы пометив, что действие они выполняют. А теперь все игроки забирают... Я забираю, да. ...своих анейронавтов и выполняют следующее действие. Или получают карту того цвета, в каком ряду находится их анейронавт, или разыгрывают карту. Я разыгрываю. Естественно. Я к этому шла. Вот сюда. Хотя стой. Я трачу пять. Вот я трачу раз, два, три. Как у меня было? Три. И две фантазии. Раз, два. И разыграл карту. Всё, Миш, твой ход. На, у тебя как раз... Так, мне нужно... Вот у меня один человек есть. Я тут вроде подкопила. Нет, нет. Давай меня вот под тебе. Вот сюда? Да. Это ты разыгрываешь все свои красные карты. У тебя их две. Вот, получаю две фантазии. Две фантазии. Одна карта приносит и... Два знания и одно воспоминание. Одно воспоминание. Так, вот этот джетончик мы забываем крутить, но... Мы помним, кто как ходит, да? Я хочу... Да, нас три человека. Ну, нет образов, да? Взять образы нечем. Разместить образы нечем. Ну, давайте. Я продвигаю фишку сна. Первое, что я делаю, я выполняю вот это действие. То есть, получаю раз, два, три воспоминания и один образ. Дальше забираем, я разыгрываю карту. Я тоже. Я тоже разыгрывала. За четыре я разыграла. Раз, два, три, четыре, пять. На. И таким образом, смотрите, вы можете подстраивать аниронавтов, ну, разыгрывать на этом треке, подкладывая их под действие следующего игрока. И таким образом, у вас может быть вообще бесконечный цикл. Может, вы никогда не будете страдать от нехватки каких-то действий. Я хочу разыгрывать. Кстати, действие вы выполняете в любом порядке. Можно сначала подключить, потом выложить, можно выложить, потом подключить. Можно откататься от выполнения действий. А я можно спрошу? Вот так. Сейчас. И у меня получается, я его кладу сюда. А почему ты тогда не улучшила его? А потому что я хочу здесь получить. Ну, потом улучшишь его. Сейчас-то ты выполняешь вот это, но получи. А если я не успею? Ну, успеешь. У меня всего два, ничего. Вот именно. Мне вот это интереснее. Чтобы выполнить лучше улучшенный эффект. Пять. Да мне что? Одна карта, я ее и так и так могу взять. Пять воспоминаний и карту. Да, Миш, что ты хотела? Улучшить эффект. Это и карту. Вот это улучшил эффект карты. Дайте мне, пожалуйста, вот эту карту. Давай, Миш, ходи. И здесь, кстати, вторая механика. Первая, то есть, это выставление нейронавтов. А вторая, это здесь можно кручить производственные цепочки определенные. Ты всегда можешь бросить карту, чтобы получить образ. Ну, что ты? Сейчас бы сбросила и разместила четыре. Ага, подождите. А вот эту карту я не могу же сбросить и получить образ? Нет, никак. Поэтому, знаете ли... Ну, вот такая вот там карта. Ну, там же надо, чтобы образ был. Ну, о чем и речь. А вы говорите. Вот такая вот карта. Всегда можешь. Не всегда. Ну, образ обычно на зеленую. Ну, вот о том и речь. На коллекции. На розовых нет, я смотрю. Нет, там розовые. Так что не сбивай меня с пути истинного. У меня тут все просчитано. Давай, я вот делаю вот так вот. Беру один образ. Ой, 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 не туда. Мне нужно выложить их вместе. Ну, что такое? Я такую забрала карту. Она уже за мной не занимала. Чтобы выложить. Ну, давай, тогда пойдем сюда. Получим раз, два, три, четыре. И я сброшу вот эту карту. Вот эту карту за образ. А теперь я размещаю образ. За один размещаю сюда. А второй сюда. Все, на один. Таки вынуждаете меня двигать, да? Ну, у тебя есть еще они рано? У тебя есть. Они меня вынуждают. А, Миша будет двигать в любом случае. Можно вот эту карту посмотреть? Давайте-ка вот так мы тогда сделаем. Оп. Получим два. Две фантазии и любую карту. Хотя, нет, давай-ка мы так не сделаем. Верни на карту пониже. Нет, подожди. Мне дадут его, а выложить я его не смогу. Да, да, я тоже здесь обманулся. Да, на четверниках было. Два я делаю и беру одну карту. Верно? Да. Ну, какую мне взять, скажите, пожалуйста. Сверх колоду бери, если не нравится ничего. Ничего мне не нравится. Все дорого стоит. Двигай. Ты двигаешь. Сразу выполняешь? Давай. Все свои карты. Одно эту, две этих, две этих. Все, выполнил все свои коллективные сны. Теперь ты выполняешь 10 или карту берешь? Карту беру. Бери зеленую у тебя карту. Ань, решай для двух своих. Раз, за игровую первую карту. Это за кого? Да за любого. Я обе разыграю. Хорошо. На самом деле я разыграю обе карты. Плати 5. Я не вижу, чтобы ты заплатила 5. Так, а за второго? Я заплачу. Нет, я не хотела. Да, хотела вроде бы ее. Все верно. Заплачу за него вот так вот 5 и одно вот отсюда. Так, надо же, мне можно карту разыграть. Давайте. Куда теперь, куда теперь? Я кладу вот сюда, получаю один этот и трачу на разыгрыш карты. Собственно, 4. Вот 2 отсюда и 2, две фантазии. Да, ходи. Я иду вот сюда, G, собственно. Вариантов немного. Две и карту. И карту, да. Какую? Так, и карту. Сейчас, секунду, я давайте... Ограничений карт на руке нет. А я могу сейчас сбросить вот эту карту? Да, в любой момент. Вот, я хочу образ еще один. Оп, ты двигать будешь, получается? Я должна взять любую карту. Да, я буду двигать, у меня выбора нет. Любую-любую карту. Ну, вот это вот получается вроде как поинтереснее сейчас. А можешь меня поднять? Мне интересно, что подо мной, я не помню. Вот здесь? Да, все хорошо. Ну, давай. Сама вверх, первая колонна. Вот это, да? Ты хитрый. Ты под меня подстроился. Две, вот эти, одну, вот эту, две этих. Он получил ресурсы, а теперь у меня нет выбора. Я вынужден двигать. И он под меня подстроился. Так, еще раз давайте напомню. То есть, эти карты срабатывают, когда вы подключаете к ним клиента. Эти срабатывают, когда выполняются написанные на них условия. Эти карты срабатывают тогда, вот сейчас как Миша, да? Когда вы выполняете соответствующие действия. Причем срабатывают все. И действия вы выполняете в любом порядке. Дальше. Я двигаю вот сюда. Первое, что я делаю. Вот, первое, что я делаю, смотрите. Выполняешь действия по-за сна. Ну, давай, я выполняю действия фазы сна. То есть, получаю раз, два, три, четыре. И образ. На, Мишка. Давай. Стой, вместо желтого я вот эту беру. Вместо желтого карту берешь? На, пожалуйста. Я посмотрю. Ее же разыгрываешь, а можно так, да? Сначала первый взял карту, а второй разыграл, да? Да. Ну, да, да, если ты желтую взял. А может, я ее буду разыгрывать? Давай ее разыграю. А у меня особо ресурсов нет. Ее же и разыграл, да? Да. То есть, ты не парился? Ну, давай, я разыграю вот эту карту за три. Раз, два, три. И вместо двух. Раз, два. Нейронавт хочет уже вот сюда. Срочно, срочно ему надо. Он все понимает, чтобы сейчас... Три. Раз. Против него то что-то... Да, вот сюда карту. Замутили. Два. А теперь подключай, на. Да. Святое дело. И получаю то, к чему шла. Максимум. Ты получаешь 10 ресурсов. Все хорошо. На. А я делаю вот так. Но только один раз. Над за мной. Вот сюда? Да. Получаю два этих. Две. Все, теперь я работаю. Только мне остается... Клиент. Клиент. Рабочий. Рабочий клиент. Рабочий вот. Рабочий вот у тебя работает. Ты работаешь сюда. Ты рабочая лошадка. Верните нейронавтами. И помните действие возвращения. Нижнего, который подо мной. Вот этого, да. Возвращаешь? Give me. И разыграю карту. Давай. Ну, эта карта у меня, кстати, классная. Сейчас я буду ее разыгрывать. Ну, спасибо тебе, Миша, за вот это. Нет, стой. 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 Подумай внимательно. Тебе туда не надо. Нет. Я получаю два жетона образа. И теперь размещаю все свои образы. Смотрите, как я делаю. Нетерпение. Во-первых, получив образ из иноэросферы. Где у меня здесь? Вот, получив образ из иноэросферы. Как образов мало. Я получаю еще один образ. Да. То есть вот срабатывает вот эта карта. Их только сдавать, если получается. Получив образ, получил образ. Далее. Можешь начать сдавать их уже. Надо брать кучу карт просто. Улучшив эффект карты, получите одну фантазию. Они все неплохие. У меня нечего сдавать. Улучшив эффект карты, получите одну фантазию. А где тебе их сейчас набрать? Видите, я себе небольшую цепочку здесь создал. Итак, я себе делаю вот так. Ты пододвинула его? Да, только что. И у меня... Итак, давайте вместе. Какие эффекты у меня вот здесь? Получите один такой, один такой. Раз, и уже некуда. Да, ты коллективный сон запускаешь. И уже некуда, да. Получите один фантазию. Вот эту карту у тебя получите. Подожди, а я могу наоборот? Нет. Я могу сначала разыграть карту, а потом сделать вот это действие? Да, бога ради. Я хочу сначала разыграть карту. Ну, так и надо делать. А потом, ну, давайте, да, разыгрываю вот эту карту. Тратишь пять знаний? Да, это до пяти. А потом... А теперь запускаю. Запускаю вот это. У меня получается... Вот здесь я по одному раз... Одно фантазия, одно знание. Ой, чуть ли я тут накуролесила. Дальше вот здесь. Одно фантазия. Получите одно фантазия. Там одно знание, одно знание. Одно воспоминание синенькое. Получите одно воспоминание. Всё. Я делаю розыгрыш карты. Как я делаю? Мне нужно три, но у меня три нет. Я плачу три фантазии. Раз, два, три. И смотрите, разыграв красную карту, получите один образ и одну фантазию. Это вот это у меня сработало. Так, так, так. Миш, ты ходишь? Я сейчас буду... Так, у меня вообще нет карт. Ты будешь... У него тоже нет карт. Мы тоже нужно их получать. У меня под тебя... Третья колонна... Да я понял, понял. Вот этот. Да. Ты отпускаешь опять все свои коллективные сны. Коллективные сны в основном приносят ресурсы. Ну, о чём мы вот так играем? Кто забрал? Но есть такие вещи, как у меня, например, я могу потратить одни ресурсы, чтобы взять другие ресурсы. Или потратить ресурсы, чтобы взять карту. Ты ходишь. Я понимаю, у меня... Мне карту надо брать. Но вот сюда, если я положу... Тебе карту надо брать, а мне надо. Давай, я беру две фантазии и карту. Какая-нибудь карта здесь карты приносит, нет? Какая-никакая. Вот это или что-то. Потратив. Нет. Поместите. Вот эту надо. На розы. Ну, что это не брать? Ну, какие варианты не остаются. Ну, давай я возьму вот так в закрытую карту. Не хочу. Давай я пока вот эту сброшу. Куда её там положить? Ну, сброс вообще рядом с колодами, но у нас нет места. Я их вот тут складываю. Я взяла себе хоть что-то. Образ. Ты сбросила карту, чтобы взять образ. Хорошо. Если я сейчас подвину. Ты заберёшь мой образ выставления? Вот этот? Да. Конечно, я всегда забираю это. Я постоянно это забираю. Я тебя переиграю. Двигай. 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 Мне прям... Двигай. Аня думает. Мама думает твоя. Простите. Двигай, двигай. Всё кричит наш ребёнок. Очень тяжело. Ну, причем я подумала, ты уже что-то разыграла. Очень тяжело. Я хочу разыграть, но пока нечего. И нечего. И нечего. Ну, давайте будем вот... Будем как бы идти в сторону. Ну, что делать? Всего один образ положить? Ну, можешь ещё сбросить карту за образ. Не могу. Мне они очень-очень нужны. Пока так. Я правильно понимаю, что каждый жёлтый и зелёный, либо вот эту, либо образ? Да, да, да. Или есть такая вот, что там нет? На всех. Да. Здесь либо ресурс, ну, соответствующий, либо образ, здесь либо ресурс по цвету рубашки, либо образ, а здесь вы получили... Чаще всего... Но там есть варианты, тогда, по-моему, да. Ты всё-таки решил двинуть. Что сначала применять? А нет, всегда, всегда. Три образ на... И дальше я беру две карты. Берёшь две карты. Надо, чтобы вы начали двигать уже, а вы не хотите. Ну, можно сразу сдать обратно? Куда сдать? За что? За ресурс. А, за образом. На. А я... Я забрал Энеронавт, но я не могу разыграть карту. Могу разыграть карту. И я разыгрываю эту карту за шесть. То есть я трачу вот пять и одну фантазию. И смотрите, разыграв розовую карту, я получаю образ и фантазию. У тебя пять. Ну, я так понимаю, вариантов у меня нет. Нужно двигаться. Не-не-не-не-не-не-не. Я сейчас хожу. А, ты ещё... А, это ты... Дополнительное действие. Конечно, я забираю вот этот. Но всё равно мне нужно двигаться. Бесполезная история. И я размещаю, получается... Мне тоже нужно образ. Четыре у меня есть, да? Во-первых, вот сюда. И улучшив карту... Где у меня такая карта? Нет у тебя такой карты. Вот, улучшив эффект карты... Получите фантазию. Теперь... Ой, можно, можно? Раз. Поздно, поздно. Два. Улучшив эффект карты, получите фантазию. И сюда. Что можно? После того, получите одну фантазию. После того, как вы выполнили действие шкафа за сна. А у кое... Что получите? Фантазию, я забылся. Выбери фантазию. Да, вот эти карты, иногда про них забываешь, потому что они срабатывают. Ну, в момент, как вот здесь просто красота нарисована. Вот эта потрясающая карта. Так, на. У меня нет вариантов. Я начинаю двигать. Вот я двигаюсь. Что сначала? Вот это выполняешь? Или действие возвращения? Я беру карту, потому что мне разыгрывать нечего. Я сначала выполняю розовенькую. У меня здесь получите один и один. Раз, два. Здесь получите пока один, да, здесь? Верно же? Получите пока просто один. Никак я не доползу до этой истории. А здесь ничего? Нет, почему? Верхний получите. Верхний все равно, да? Вот. Вы выполняете обычный эффект или улучшенный? Так, так, так. Ну, просто до улучшенного мне нужно столько ползти. А что делаешь с вот этим? Я разыгрываю, собственно говоря. Я разыгрываю вот эту карту. Четыре. Я разыгрываю вот эту карту. Как бы три и одну фантазию. Забыл сказать, да, по структуре карты. То есть, смотрите, вот это я сказал, цена. Вот это мы получаем, когда сбрасываем карту. То есть, или ресурс, или образ. Про эффекты я сказал, когда срабатывает, сказал. Забыл сказать вот это. Это победные очки в конце игры. Ой, а можно я вот так сделаю? Подождите, подождите. Вот это я сначала раскладываю. Ну. А у меня есть вот такая штука. Создав вот ее. А, это следующий. Ну, без разницы, да? На, мне все правильно. Все, вот здесь я получаю один образ. Эффект карты может сработать в момент ее выкладывания. Ну, то есть, порядок чуть-чуть я, да? Порядок, порядок чуть-чуть. Да. На. Смотри. Теперь теперь. Справа от тебя. Отсюда? Справа. Да. Сначала образ выкладывай. Смотри. Выкладывай. Начнем с этого. Здесь, улучшив эффект карты, я какой выполняю? Я как бы улучшил эффект, я должен выполнить нижний или верхний? Нижний. То есть, я выполняю нижний сам на себя. Сам на себя, да. Выполняешь нижний сам на себя. Ну, получаю два этих тогда. Улучшив. Так, дальше. Дальше. Карта может сама на себя работать, да? Улучшаю вот это. Да. Улучшив эффект карты, возьмите два. Да. И сбросьте с нее клиента. Сбрасываешь клиента. Да. Ну, оставь себе, ты же сейчас его больше разыгрываешь. Разыгрываю клиента. Да. Туда же. Туда же разыграешь, получаешь две фантазии и две карты. Карты читать надо. Карты читать надо, да. Что здесь полезного? У меня вообще нет карты. Вообще-вообще-вообще. Ну, вот я тогда пойду вот сюда. Это далеко. То есть, пока... Смотрите. Пока потом я верну этого нейронавта. Конечно, пройдет время много, но нужно брать карты и нужно брать образы. Я беру два образа и беру вот эту карту, конечно. Шикарная карта. Ходи, Ань. Ну, что, мои хорошие, у меня нет вариантов. Мне нужно брать карту. Бери. А ты три гриф, да? Нету карты. Нет такого действия взять карту, она все занята. Их всего два и оба заняты. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня есть такое действие. Да, действие взять карту, может быть, на ваших картах, кстати. Так, ну здесь уже все. Все позанимали. Какие варианты мне остаются? Образы брать, клиентов подключать. Давайте, взять образ и подключить клиента. Есть такая карта, да? Когда же мне ее разыграть? Ну, давайте, вот так я делаю. Беру один образ и куда-то клиента. Ну, а куда? Ну, у тебя два клиента. Можешь не подключать. Сейчас я вам напомню более точно. Так, ну подождите, похоже, что это какая-то ерунда. Игрок не обязан выполнять каждое указанное действие. Похоже, что это какая-то ерунда. Где-то я могу взять побольше образов? Нигде, да? Нигде. Но образов не дают. Нигде оденут. Ну, значит, я просто возьму образ, я не готова пока подключать клиента. Это не имеет смысла. Мыш, на. Самый первый ряд, верхний. Ну, ты допускаешь коррективный сон? Да. Допускай. Два, два, один. Так, ну что ж, вы, ну, не вы, у меня нет выбора. И самое интересное... Это же не действие шкала Хазусна. Скажем так, я был недостаточно... Да, вот действие шкала Хазусна. Упущение в моем планировании, оно заключается в том, что у меня сейчас нет нейронавтов на руке. И подвинув, я даже их не получу. Логично. Понимаете? То есть я два хода пропустил, и это... Я пропускаю еще раз. Я это скажу еще в конце игры. Вот этот момент мне очень нравится. Не то, что я лажанул, мне нравится, а... То, что есть такой момент вообще в игре. Есть такой момент, да. То есть я двигаю. И все, что я могу сделать, это получить раз, два, три, четыре, и образ, все. А я зато теперь смогу получить зеленую карту. А я разыгрываю карту. Вот, три. Зеленую карту я могу получить. Давай, которая вот, вот это. Я разыграла. Вот, вот это. Часы? Да. Давай я не ходил. Ну блин, раз ты двигаешь, так хочется поставить туда карту. На самом деле, ребят, я могу сделать вот что. В одно воспоминание и разыграть карту, да. И у меня есть для этого все нужные ресурсы. Да, и не забывай, может у тебя что-то сработает. А, нет. Пока нет. Но ты забудешься, да? Это зеленая. Да, два будущего. Да, Миштюх. Раз, два, три, четыре. Какое будущее? Нет, это не конец игры. Двенадцать карт должно быть, у тебя пока десять карт. А, двенадцать. Третья колонна, первая строчка. Это? Да. Да. Два вот этих. Два. Смотри, правильно понимаю. Ставлю сюда. Ну. Получите образ. И разыграйте образ. Получаю образ. Ну, там если нарисован вот такой вот символ, да. Да. Ставлю образ. Да. Улучшив эффект карты, получаю два вот этого, убираю клиента. Да, все правильно ты делаешь. Все правильно. Именно это второй интересный момент этой игры, вот такие штучки проворачивать. Ну, и вот вы опять, да, то есть я опять двигаю. Да, все ради нас. Ну, давайте я сначала выполню вот действие вот это, то есть я получаю одно знание, вернее два знания, одного воспоминания. Дальше получаю с вот этой карты образ и воспоминания. А с вот этой карты я могу потратить три. Вот я тратил раз, два, три знания, чтобы получить раз, два, три фантазии и взять карту из колоды. Все. Действие возвращения. Я беру зеленую вот эту карту, среднюю. Угу. Это первая. Да, 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 первая. Средняя. Ой, Господи, куда я ее уж подставить решила. А я, давайте, я, наверное, разыграю карту. Мама, а ты что, к концу игры уже стреляешь? Вот. А как у нас у всех одинаковая? У меня всего 8, у тебя уже 10. Раз, два, раз, два. А, у тебя, да, я пойду не считаю. Угу. Ты не даешь развиться моей комбинации. Нет, давайте. Конечно, не даю, я даю развиться своей. Нет. Вот так вот я сделал. Вот. Ну, знаете ли. Все, ходите, ходите. А кто двигал папу? Папу двигал, я. Я забываю вот эту активную игрока передавать. Потому что я сама активная. Да. Давайте мы сделаем, как говорится, хоть что-то полезное для этого общества. Четыре. А не надо. Сюда. Раз. У тебя нет действий лучше в карту выполнить? Нет. Ну, выкладываем два. Все. У тебя всего два? Можешь с руки сбросить карту, третьего получить и выложить. Ну, такая неплохая карта. Ну, все, тогда все. Подождите, подождите. Ну, подождите, дайте подумать. Здесь и так, и так этот эффект. Ну, хватит с меня. Давай, Миша. Второй столбик самый низ. Образ. И опять ты подключаешь клиента туда, где ты его выгнал. Давай сюда. Клиенту. Он сейчас замкнул цепь, я так понимаю, да? Клуб замкнулся. Клуб замкнулся. Дай три образа. Три образа. Круг замкнулся. Выкладываем сюда два образа. Ты сначала рассместил клиента, а теперь? Выкладываю два образа. А где у тебя выкладывание? А, это эффект карты. Все. Эффект карты. Улучшил карту. Получаю два, убираю. А, ты улучшил? Да. Получаешь два, убираю. А это сюда. Улучшил эффект. Получаешь два, но некуда получать. Все понятно. Так. Так. Что я хотел? Мне нужно вот эту карту улучшить. Я хотел подвигать. Давайте я получу три. Раз, два, три. И размещу все свои образы. Я вот смотрите. Раз. Мама ли ты хотела? Два. Улучшив карту. Посмотрим, посмотрим. Кто хочет двигать? Эффект карты, получите фантазию. Я это двигать не хочу, если честно. Ну ладно. Улучшив эффект карты, получите фантазию. Тогда я буду. Все. И мне даже некуда положить. Надо же. Ну, у меня вариантов-то ведь, на самом деле, немного. Давайте я сделаю вот сюда. Ход можешь разместить клиента. Ты же хотела. Но тогда ты действительно пропустишь, как я, ход. Я хочу все-таки сейчас получить эффект карты. Друзья. Я беру одну и одну. Я беру одну. Где у меня еще здесь? Вот одну. Я здесь беру одну. А здесь? Нет. Это желтенькая твоя карта. Здесь ничего не беру. Все. Пусть так. А Миша сейчас будет двигаться. Двигай. У меня начнут как-то карты освобождаться. Я сначала разыгрываю карту. Потом меня. Местами. Местами освобождать. Вот так вот. Бам. Теперь получаешь три и образ. Да, теперь получаю три. Образ. Выполнил действие. Получаю фантазию. Я буду разыгрывать. Выполнил действие шкалы сна, да? На, разыгрывай. А я возвращаю и буду разыгрывать, конечно, тоже. Опачки. Опачки. Это сейчас твой будет ход же, Антон? Смотрите, у меня шесть нужных ресурсов. Ну, стой. Она... Вот, смотри. А, нет. Не смотри, не надо. Не смотри. Я пошутил. Шесть ресурсов я плачу полностью фантазиями за нее. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Шесть фантазий заплатил. Вы же не хотите поставить туда, куда хочу я поставить. Так. А слушай, это очень хорошо. Заманчиво. А, заманчивое предложение. Очень. Хотя ставь, куда хочешь. Я понял, как я замкну систему. Вот. Все. Все все поняли. Я иду... Антон, а тебе некуда развиваться? Тебя это не волнует? Куда ты будешь третьим ряду ставить? Ну, вот сюда пойду. Ничего страшного. Я иду вот сюда. Вот сюда. Получаю одну фантазию. Размещаю клиента. И выполняю действие. Получаю с рынка и разыгрываю ее. Так и вы хотите мне сейчас? Пять. Бесплатно? Раз, два, три, четыре, пять. Почему? В конце игры стремитесь стойте, пожалуйста. Не надо. Так надо собирать очки, а не сидеть. И делать один и тот же замкнутый круг. А, не, 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 не. Подождите, подождите, подождите. Нет. Замкнутый круг только у тебя здесь работает. Возьмите карту и разыграйте карту с рынка. поэтому я возьму отсюда карту вот отсюда разыграю с рынка вот так конечно знаете мы ее знаем так уже никто не помнит то есть мне нет вариантов и двигайте почему тебе еще не рано но куда а чё толку вот размещая образы как ты хочешь благодаря ему карту взять невозможно можно хочешь двигай богу мы тебя не заставляем я заставляю я буду размещать давайте два таких получу 9 и разыграю кого там на клетку подключаю клиент давайте выберем какого-нибудь красавчика подожди ты исполни эффект его разместила что там написано разыграть эффект вот таких вот может получить три фантазии например или здесь можешь получить три знания 3 мне уже некуда простите три фантазии некуда давайте три фантазии получим их ровно 10 будет вот так все хожу до самые первые первые не собираешься двигаться я буду двигаться 1 2 зачем ему двигать если другой человек подвину нет о чем не надо получить эти эффекты вроде так смотри уместите два образа на розовую карту из резерва выполняя это сбросить одну эту и сбросить вот этого хорошо ты опять хочешь там закрутить второй раз да ну что ж я делаю если возвращение куда деваться но первое что я делаю я выполняю эффект карты так одно вернее два знания одно воспоминание с этой карты со стартовой далее одно одну фантазию один образ с этой карты и с вот этой карты один образ дальше вот этот я выполнять не буду здесь нужно потратить три знания но у них нету а что будешь делать карту зелененькую или я розовую беру на куда нужно беру мне некуда я выложить то не могу ничего зеленую карту давайте мне закрыто можно михаил под подти не мне в закрытую закрытую зеленую я конечно могу разыграть карты игра закончится мы это самому не выгодно я вот здесь стоял да я возьму желтую карту закрытую ты хочешь меня обмануть на этот ручок очков орла хочешь украсть да зачем творил чего он делает все а да теперь хочу теперь хочу полезно и два образа на тебе сбрасывать ради образа раз вы не хотите сделать сейчас ну я могла выложить карту и закончить не у нас еще ну понятным до последнего игрока просто если я выложил последнюю карту на этом бы конец и они в тебе тоже нельзя не хотите заканчивать не будем я не против давайте выкладывай давайте я сейчас обращу по выкладываю сейчас сейчас после того ты бы разыграла карту за 5 очков ну что а часто выложишь образа на 5 очков а вы уже собираетесь заканчивать тогда тогда о чем разговор а то я сейчас все быстро поменяю и надо так давайте вот так мы сделаем а когда вот ее эффект наступит когда когда написано то что написано после того как вы разместили человечка но я вот и тут разместа шала человечка размещала не только что я положу это спросить карту с руки до руки нет эту карту давно лежал от было здесь да это равно и 10 ты не можешь больше получить не могу я и так набрала другими вот сюда я положила штоль получить 22 так может быть все-таки не сюда тогда ребятушки я прям теряюсь теряюсь возьмите 3 карты так сделаем пошли сюда здесь ты возвращение нет у меня возвращение никаких возвращение это вот это вот какая смотри они рано это возвращение туда у меня сейчас на такие действия ну вот так я сделаю наверное и иду туда разыграю свой образ единственный сюда улучшил карту получаю два которые мне не нужны дальше дай рабочего да не рабочие это это клиент да я я возвращаю можно снова себя это нет который разыграл а что там написано на картинг твоей верните одного нейронавта и выполните оба действия возвращения выполните оба действия возвращения то есть а оба это и взять и разыграть и разыграть что я тогда подумал какую взять орла хочу взять вот этот вот этот на бери орла и разыгрывай и разыгрывай сейчас я буду тебя спорта продвигать на антон 4 и сама ничего такого не получать я кстати могу разыграть сюда и у меня будет аж 3 действия не надо да не они мне просто не нужны к сожалению ничего разыгрывать карт нету вот есть как два пустых там же не выложите 2 а выполните 2 выполнить два действия на пустых выложить не просто выполнить карты а выложить 2 не предлагает не вложить но что положить до выложить одного что положить еще 2 очень давай я пойду значит и поставишь в первый ряд в первой экологии то ты воду когда будешь двигать просто всего 10 разом но это далеко ну ладно давай вот сюда пойду две фантазии и любую карту подождите пока я еще одну карту разыграю потом можете заканчивать ну какие варианты они двигай на 4 но один то ты берешь и все да ну собственно говоря да лекарь лети птичка лети бери кого хочешь но не заканчивай грустой из-за тебя вот не закончила давно могла закончить ты же просишь 1 2 3 4 5 6 7 8 у тебя да давай я закончу ну спасибо он полностью игру закончить даже никто не походит ресурсы есть я еще похожу разок ты чё ну это не походи на 3 спорта нет только последний игрок мне ничего сейчас доходит мама потом ты потом я мне ничего не достанется мне вот это вот ну заканчивай а ты можешь образов положить немножко куда их положу куда-нибудь какого ровно один можешь вам сама не испать и получишь у меня самая дорогая потом в очки преобразуешь и образ положишь 1 2 3 4 5 и так 1 2 3 1 2 3 не успею сходить все у нас мы с тобой по последним ходу я сходить не успею это я одну карту я одну карту взял я не успею сходить я смогу не если сейчас вот так походила все у тебя нет хода а это был мой ход это был твой ход у меня вообще нет хода а ты мне предлагаешь вот сюда сходить набрать ничего у меня нет в том-то и дело что вы меня прокинули нормальный бак я вот вас повелась на тебя михаил конечно послушал ребенка что он не хочет игру заканчивать папа закончил я виноват что ли двигай кого двигать а не у тебя есть действие возвращения сначала я выполняю вот так вот за пять вот бабам собственно я за это здесь возвращение конечно наберут три карты а что толку а у тебя нет карты разыграть ты не можешь еще нет просто верю берет выбрала три карты лишь ты чуть они мне дадут что-то потом когда победу я желтую арту здесь же стою три потому что не указывают такое действие разыграл переполняет даже смотреть их не буду выполняю действие сна выполняешь получаю два вот этих 2 есть теперь я готова продолжать игру дай мне два два резерва два образа из резерва ба-дам-бадам все на этом а я-то могу еще одну карту разыграть куда тринадцатую и что тут против правил играю смысле у тебя дизель она разве будет считаться конечно нет конечно смотрите идем двенадцать и более как если у игрока вот и сейчас мой ход и в конце моего хода у меня двенадцати более карт да вообще фу я даже еще у меня три аниронавта на руках еще три образа аниронавты что я еще получу четыре кредита раз два три четыре ну это не кредит а четыре воспоминания и еще раз делаю так что смотри кто разрешил ему играть сейчас последним скажите мне пожалуйста раз ты посмотри что делать я запрещал улучшив эффект карты получите еще одну фантазию мишка мы с тобой по ходу не догоним а вот лучше в эффект карты получите одну фантазию этого молодого учеба по ходу не догоним доставай свой блокнотик смотрите то есть если в конце хода игрока он разыграл 12 и более карт вот давайте смотрите я читаю чтобы сейчас меня не обвинили мы тебя конечно после хода обладателя жетона последнего игрока а это я и у нас нет жетона последнего игрока игра заканчивается вот этот жетон нужен для чего чтобы все сделали равное количество ходов сейчас все сделали равное количество ходов правильно я чувствую себя обманутой что я нельзя было игру заканчиваю да если его двенадцать и более карта михаил это все после хода последнего игрока переходим к финальным почувствам просился не заканчивать игру смотрите что мы считаем считаем все изображенные значения на картах они приносят столько победных очков сколько на них написано здесь победные очки называются кредитами каждый размещенный жетон образа приносит один кредит и считаете все ваши непотраченные карты жетоны образов и ресурсы делите их на 5 округляете вниз и получаете количество победных очков ну давай начнем с тебя поехали 5 8 13 18 ты за мной проверяйте чё хорошо 23 28 33 37 41 правильно я посчитал 38 38 плюс 8 у меня получилось почему-то раз два три 4 5 6 а 30 30 38 40 или до срока дешевым образы раз два три 4 5 6 7 8 9 10 2 отряд 14 еще 400 победных очков и оставшиеся ресурсы считаем у тебя дешки не считают нет у тебя три карты карты один образ один образ 4 20 ресурсов это 24 делим на 5 это 4 не хватило прям вот чуть-чуть и того ты заработал 41 а нейронавтика ставшись 41 плюс 14 это у нас 55 плюс 459 я 4 5 9 13 17 20 25 29 33 43 47 что такое вот это перепроверил себя вот это перепроверил себя 1 2 3 4 5 40 46 1 очко лишнее насчитал видите теперь теперь они рано 2 читаем 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 на 1 21 21 21 а вот этого считал да и оставшиеся ресурсы у меня 379 то есть одно очко и того у меня 46 плюс 22 это 68 68 а у меня 59 до 64 небольшой на самом деле в этой игре у нас никогда не было большого отрыва друг от друга ну конечно то что мне будет эти все не более десяти очков вот эти все примерно одинаковые выкладываешь либо 3 либо 4 либо 5 а образы в целом сил стараются улучшить здесь как бы отрыв только может произойти ну если ты оказался чуть хитрее чуть быстрее в этом плане кажется чисто образы да на образах у нас разница образу очень много дают я 21 взял да да у нас большая разница на честно на образе получал что шумишь ты правильно что 4 ну он согласен на серединку на мне чуть-чуть отсвечивать я отсюда не смогу и так давайте в конце по традиции подведу подведем итог да я поделюсь своим мнением мне игра понравилась и хочу выделить три момента почему она мне понравилась до какие моменты мне в ней нравится первое это вот основная механика выкладывания рабочих в целом я люблю игры это одна из моих любимых механик когда ты выложил там рабочего выполнил указанное действие здесь также вот выложил там они рано выполнил действие но интерес именно данные игры заключаются считаются нет ты в ресурсы считал интерес именно данной игры заключается в том как вы его возвращаете рабочих вот это вот шкала сна она и меняет эту механику в корне до преобразую и и потому что действительно могут быть абсолютно разные ситуации когда если я выложу у клиентов вот так своих они рано в точнее не клиентов то пока у меня например я до них дойду да я буду просто тратить время впустую вот и поэтому вы выкладываете нейронавтов не исходить не исходя не только из того какое вы действие хотите выполнить а заглядывая чуть-чуть наперёд исходя из того а когда вы в принципе сможете вернуть и нейронавта на на назад чтобы выполнить действие в целом можно здесь исхитряться и делать так чтобы ваших а нейронавтов всегда возвращали ваши соперники вы видите что например там у они трение нейронавтов так лежат ну зачем мне его выкладывать сюда по любому следующих у это не она будет двигать шкалу сна ну лучше выложить вот сюда и таким образом она мне вернет как бы нейронавта назад вот это мне в этой игре нравится да вот этого шкала сна это как она преобразует саму механику от этого выставления рабочих второй момент тоже интересны в игре это такие вот производственные цепочки то есть карты завязаны на картах здесь конечно это не сама цель поэтому здесь нет таких гигантских цепочек да когда одна карта там активирует 67 карт нет там две три карты вот так в среднем друг друга активируют но бывает из партии в партии это очень интересные комбинации получается вот как в этой партии например у у меня с они особо не было таких комбинаций а у миши были он постоянно да убирал клиента ставил клиента убирал клиента ставил одной карты убирал другой ставил его так вот закручивался так бывают различные ситуации когда вы там например разместили клиента за счет карты получили образы за счет там другой карты выложили образы да и вот так вот там две-три комбинации интересные закручиваются интерес в том что от партии к партии они разные получают ну и третье что мне в принципе в этой игре нравится больше всего и что мне, чем эта игра вообще привлекла, это конечно ее внешний вид, ее оформление, я не большой фанат нейротворчества в целом, да но когда я эту игру увидел я прям, ее внешний вид меня покорил и именно благодаря внешнему виду она оказалась у меня в руках и в целом оказалось, что эта игра стоит то есть помимо внешнего вида у нее интересные механики и в нее интересно играть, вот внешний вид именно хочу отметить отдельно потрясающие иллюстрации, на некоторые иллюстрации я прям смотрю и они прям очень-очень здорово выглядят, в общем всем поклонникам творчества, да, эстетического вида игр, когда ты играешь в игру и тебе приятно внешне, да, получаешь наслаждение всем поклонникам игры на выставление рабочих, игры на когда вы хитрые ходы какие-то производственные цепочки хорошая семейная игра обратите внимание рекомендую а на сегодня будем прощаться надеюсь, данное видео было интересным а самое главное полезным если это так мы очень рады а на сегодня всем спасибо за просмотр играйте в игры всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр